здравствуйте друзья у нас молодой человек задает такой вопрос у него есть девушка вот уже они три года встречаются с девушкой причем это такие серьезные отношения и он вот эти может быть они больше встречаются но последние три года он так как-то систематично пришел к мысли о том что надо эмигрировать что он хочет эмигрировать последний год он исключительно тщательно собирал информацию разведывал об октябре он с девушкой со своей любимой я так назвал съездил соединенные штаты посмотрел и вот какое-то время он вынашивал себе эту мысль а девушка против девушка не хочет даже слушать и я хочу сказать что это все-таки очень сильное чувство людей бывало что они и депрессия у парня была пару раз и они как бы расставались потом он возвращался снова то есть я я чувствую там очень-очень как и серьезные глубокие чувства и это очень здорово но что в конце концов получилось что недавно вот неделю назад значит его девушка зовут наташа наташа сказала знаешь что я на твоей стороне и она посоветовалась с родителями родители поддержали вот я чувствую что они хотя еще и не в браке но уже у них там и с родителями со всеми делами то есть они фактически я бы я бы их так считал бы семейной пары судя по тому уровню отношений которые у них там нет и вопрос который парень задает он такой смотри что получается какая роль женщины в жизни мужчины быть если бы она например меня так не противовесила да как бы значит своим мнением я бы никогда так тщательно не разобрался я бы никогда не произвел такое исследование не не погрузился в тему не пришел бы к таким твердым убеждением нам и тогда с другой стороны если бы она сразу его поддержала то они бы там сэкономили может быть там пару лет и уже бы давно там уехали там и так далее вот как как быть как понять в чем вот роль женщины жизни мужчины и прежде чем мы со светой поговорим я хотел бы от себя вот лично сказать вот что если вы посерьезного и по глубокому хотели бы в это пойти но может быть глубже чем мы сейчас поговорим то мы должны были бы начать с чего-то такого знаете библейского мистического вот вообще откуда взялась женщина откуда взялся мужчина кто кому данный зачем и так далее и я думаю что если поговорить с человеком религиозным не религиозным верующим и одновременно разумным что как бы не всегда пары ходит то вам очень много интересного рассказали но я вот о чем хочу сказать еще понимаете силу социальных каких-то проблем вот например постоянные нехватки мужчин россии на руси которых выбивала войнами может быть и в других странах наверняка как бы не только у нас вот это желание девушки выскочить замуж выйти замуж непременно вот быть замужем и остаться старой девой там и так далее и с одной стороны с другой стороны вот это гормональная зависимость молодых людей в определенном возрасте когда они там бросаются на все что движется и это приводит к созданию пар которые вот как бы не были на небесах созданного когда браки там делаются на небесах но вот не все в эти вот люди сходятся люди расходятся и в ссср и вот в америке например я знаю что процент разводов достигает на 50 5 половина браков разваливается почему вот потому что вот не было вот там чего-то такого чего должно было бы быть изначально поэтому да не если мы не уйдем как бы мистическое если мы не уйдем вопросы веры и первоосновы бы бы конечно не ответим на вопрос вот на этот а что там но давайте мы так по-современному что на это все посмотрим и да ситуация которую вот наташи с молодым человеком сложилось это ну как бы частный случай пример я я думаю что мы поговорим в более широком аспекте собственный вопрос более широкие но вот свет давай что ты скажешь о роли женщины жизни мужчины глобально нету как ты понимаешь что вы начни с чего-нибудь ну вот там-то и дело что начать чего-то очень сложно потому что вопрос не такой что так вот взял и ответил с чего все начинало безусловно начинается наверно с того что женщина ищет роль женщины вообще историческая в том чтобы продолжать род биологически логично продолжать род и заботиться о своем потомстве а роль мужчины в свою очередь и да это оставить это потомство то есть дать женщине возможности здорово ну и соответственно ее каким-то образом обеспечивать и защитить обеспечить каким-то образом поэтому и как бы мужчина получает удовлетворение от того что он отдает и вот это чувство безопасности и защищенности а женщина в свою очередь беря это чувство она в свою очередь влияет на мужчину тем что в попытке сохранить себя и свое потомство она влияет на мужчину и на его действия требуется от него чего-то она в той или иной форме да да форма разная но она причем действительно и организм женщин и мужчин они очень по-разному устроены женщины они более интуитивны да если там мужчины женщин там животными женщин больше как кошки мужчины как собаки да 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 они более гибкие они более адаптивные чем мужчины да и в свою очередь именно их адаптивность наверное позволяет и мужчине лучше адаптироваться да если тебе уже постели соломку тебе легче там привлечь если кто-то позаботился в этом смысле поэтому то есть рядом кто-то кто более адаптивный он помогает тебе тоже я буду до насчет того что браки там создаются на небесах или не создаются на небесах дело том что браки создаются иногда я даже не скажу не обдуманного люди есть и минутный интерес какой-то друг другу и этот интерес и вполне оправдан в каких-то конкретном историческом моменте вполне может быть именно в этом моменте женщина оказывает ли они на мужчину и мужчина оказывать влияние на женщину, и они вместе достигают какого-то консенсуса. Мы знаем, что музы были у великих людей, и без этих музы ничего вообще не было. То есть, женщина способна оказывать такое влияние на мужчину, без которого он вообще может не состояться. Обычно музы часто менялись. Да, да, музы часто меняются, потому что человек, выйдя на какую-то новую ступеньку, ему уже эта музы не годится, ему уже нужна какая-то следующая. Но мы не о художниках. Мы не о художниках, нет. Но, во всяком случае, как гласит истина, за плечами каждого мужчины стоит, за спиной каждого мужчины стоит женщина, да? Или там, мужчина-голова, женщина-шея. Я думаю, что ты перефразировала, но не знаю. Мужчина-голова, женщина-шея. Безусловно, есть взаимное проникновение и взаимное влияние. Вопросов нет. Но вот роль? Ну, роль ее именно в том, чтобы, как сказать, я думаю, что речь не идет только об людях искусства. Мы абсолютно не хотим говорить про людей. Нет, нет, нет. Я говорю, что речь не идет об этих людях. Но я думаю, что многие нормальные мужчины не состоялись бы вообще, если бы рядом не было бы женщин. Ты имеешь в виду, не спились бы, не погибли в драке какой-то, не вязались в какую-то авантюру и просадили бы все. Возвращаясь к твоей концепции, значит, вполне понятной, что женщина ищет в мужчине безопасность и источник снабжения, защиту и снабжение, то, значит, безусловно, она должна присматривать за своим мужчиной, чтобы он не утратил способность защищать и обеспечивать. Поэтому, если он будет драться, если он будет сам неухожен, если он будет есть сухомятку, он будет болеть, это как вот дом. Вот у тебя есть дом, надо же за домом ухаживать, он же испортится. Ну, не то, что многие женщины, да, в особенности, которые может быть не так сильно развиты или что-то, они себе в этом не отдают отчет и не формулируют это таким образом. Ну и не надо. Они просто на уровне интуиции, да, на уровне интуиции они обслуживают этого мужчины, создают ему какие-то более комфортные условия существования в доме. В противном случае он просто уйдет куда-то, если ему некомфортно. Вот просто как традиция, просто как образ жизни. Они видели это у родителей. Образ жизни, если да, если были удачные семьи или они не в состоянии создать этой атмосферы в доме, тогда мужчина ищет это где-то еще, правильно? Объясни мне, вот, допустим, в России люди говорят, я никогда такой статистики не видел и я никогда не видел сильно пьяных людей, но говорят, что чуть ли не половина мужиков там вот где-то там по стране, наверное, не в Москве, пьяные. Постоянно пьяные или здорово выпивают там или еще что-то. Вот как женщина в такой семье, какая функция у нее вообще? Где ее безопасность, где ее добытчик? Ты знаешь что, дело в том, что даже те мужики, которые выпивают, они могут быть, во-первых, мужчины, которые выпивают, они могут проявлять себя совершенно в разных качествах. Один, который выпьет, становится очень агрессивным и бьет всех подряд, а на следующий день просит прощения в соплях и в слезах, я больше не буду и так далее. А другой мужчина, наоборот, выпьет и становится очень благостным, очень покладистым, очень хорошим. Поэтому выпьет это как бы не критерий того, что я думаю, что эти женщины, которые с ними, раз они от них не уходят, они получают компенсацию и какое-то свое удовольствие, иначе бы они не жили. Но он материально подорван, да, потому что он тратит деньги черти на что. Его способность произвести здоровое потомство подорвана и ее способность произвести здоровое потомство. Нет, но если она никогда ничего другого не видела, вообще не понимает, что другое может быть, если все вокруг там живут. Ну что же так, живем все-таки в социуме в каком-то. Все так живут, а как, пьют деревнями, а если она еще с ним вместе выпьет, то вообще будет, кажется, вот так. Наверное, да. А что, нет, конечно. Весело бы. Нет, а другое дело. Ну а что же, тогда я бы... Понятно, что если не надо, вы какие-то, знаешь, мы уходим от очень высоких материй к очень приземленной материи, потому что сложная очень тема. Ну ты сама ушла к приземленной, ты говоришь, человек, который простой, и голову себе не заморачивает женщина, она, мужик должен быть ухоженный, накормленный, опрятненький, там, дети в школу пошли, там, белый подворотничок. Ну это очень примитивно, я говорю, ты пришла к этому. Но я вовсе-то это не имела в виду, я имела в виду, что женская, вот просто, женская, как бы направленность, видовая роль в том, чтобы она сохраняла свое потомство, да, и поскольку источником сохранения ее потомства является в какой-то мере этот мужчина, то она ему должна задавать некоторые условия, чтобы он мог существовать, да? И выполнять свою помощь. Она его пьяного вытащит из сугробы, притащит домой, чтобы он не замерз, там, например. Да? И не из гуманитарных соображений, а из личной безопасности. Ну да, да. И происходит это на интуитивном уровне, понимаешь? Поэтому вот эти вот вопросы в семье, как было бы лучше, чтобы там тебя девушка поддержала и сразу уехать, или наоборот через три года. Я думаю, что произошло... Нет ответа. Нет, нет, я думаю, что в данной ситуации произошло вот что. Она вначале была против, у нее, может быть, подсознательно были интуитивные какие-то вещи, которые внутри нее не чувствовали себя защищенной вот при таком переезде, да? Но когда он проделал за три года такую работу и выложил как бы факты, да, проделал работу, и она поняла, что в принципе не так все это и страшно. Больше того. И она заменялась сознание, да. Сам факт того, что он проделал работу, что он подготовился, что он, понимаешь, на него можно положиться. Это не авантюрист, который его понесло куда-то и там... Да, а дальше посмотрим. А дальше посмотрим. Нет, нет, он показал себя как человек, на которого можно положиться. Это первое. Второе. Она съездила с ним, посмотрела, значит, ничего. Третье, что я не знаю, это их отношения, я не вижу со стороны, но у меня такое ощущение, что девушка поняла, что она без него не может. Вот так же, как он там, будучи в депрессии там или что-то, он от уходил, но все равно возвращался. Я думаю, что и девушка поняла, что она не может без него, она не хочет без него, это ее мужчина. До тех пор, пока это было не ясно, она говорила, я не поеду. А когда это стало ясно, и когда она сказала себе, это мой мужчина, мы с ним навсегда, да, совершенно другое отношение возникает к тому, что он хочет делать. Если это твой мужчина, и он с тобой навсегда, ты не станешь ему поперек самых колес там, палки вставлять. Понимаете? Дело не в этом. Я думаю, что совсем не в этом дело. Навсегда, не навсегда, жизнь как бы покажет. Иммиграция, это не шутки, вообще-то говоря. Это очень тяжелое мероприятие, эмоциональное именно. Ну пока молодые. Ну подожди, если парень склонен впадать в депрессии, да? Он не слонен. Ну, неважно. Он любит. Ну, послушай, то это, в общем, очень тяжелое. Надо как-то морально, поэмоционально как-то подготовиться к этому. Это все не так просто. Но, во всяком случае, то, что она почувствовала, что в этом есть какая-то база и какая-то основа, и какая-то не какая-то гарантия ее безопасности, это самое позволило ей сознательно изменить свою точку зрения. То есть, ее интуитивные возражения против этого перешли в сознательно осознанную форму, что, в общем-то, это все не так страшно. Тут есть еще момент. Действительно, очень часто, мы как-то с тобой говорили раньше, что пары, люди тяготеют друг к другу, семейные пары, на основе различий, а не сходства. То есть, как бы, идет дополнение, компенсация. У кого-то чего-то не хватает, а у кого-то другого не хватает. И вместе они, как пара, они сильнее, чем если бы они были одинаковые совсем, с одинаковым набором качеств. Значит, теперь, смотри, получается какая-то штука. Если у тебя одни качества, а у меня другие, и мы находимся в какой-то ситуации принятия решения, так, то где-то мои качества вытянут нас наверх, а где-то твои качества вытянут нас наверх, правильно? Значит, и я хочу сказать вот про Наташу, да, и молодому человеку, что вот у вас Наташа, у меня Света, и я меньше всего на Свете, мне хотелось куда-то эмигрировать. Вот она меня до сих пор вспоминает, что вот я такой был, типа, просоветский, такой идейный был, там, комсомолец. Ну, я не Нат мороженый комсомолец, а я, послушайте, я Маркса читал, Капитал, я Энгельса читал. Я к чему рассказывал? Я был зомбирован этими идеями очень сильно. Индоктринирован в это во всем. Поэтому я говорю, куда же мы, что это, что это вообще фигня какая-то. Но Света в данном случае, вот сколько у меня талантов на Свете есть, допустим, да, и был бы хороший шанс, что я мог бы спустить это все в сортир, если бы рядом со мной была вот не Света, а еще бы кто-то. Вы можете сказать, а был бы кто-то, а был бы еще третий кто-то, может быть, я бы еще, моего Таланта там еще что-то, не знаю, но могу сказать, что если бы Света, вот тогда не сказала, значит, или ты, значит, или я поеду одна, или мы едем вместе, вот, и я сказал, как это одна, ну чего я одна, ну сразу одна, и все, потому что я не мыслил в жизни без Света, и она, наверное, тоже, так она на меня просто бочку хотела, вот, поэтому, что я хочу сказать, я думаю, что вот если в ваших отношениях есть вот эта часть, да, когда вы друг без друга уже не можете, тогда проще все решается, решается проще, и вот та безопасность, о которой Света говорит, и вот, как бы защита, о которой она говорила, девушка понимает, мы поедем в другую страну, там этого будет больше, там будет больше защиты, там будет больше, там этого и этого, даже если поначалу придется какой-то там дауншифтинг, да, произойдет, то есть там будет какой-то тяжелый период, но они молодые, они легче к этому относятся. Это дело не в дауншифтинге, а тут действительно очень серьезный вопрос. Дело не в том, что материально будет как-то хуже, как раз материальную сторону ухудшения там своего положения люди переносят легко, они переносят гораздо сложнее, какие-то, знаешь, или когда их надежды, например, не оправдываются, мечты не осуществляются и так далее. И это вынести очень тяжело, когда ты думал, что ты приедешь и будешь... Не состоялся. Да, не состоялся, а идет какое-то, проходит время и ничего не происходит. И вот это, на самом деле, это очень серьезно, потому что люди именно на этой почве впадают, были депрессии, именно впавшие в депрессию люди не в состоянии поддерживать уже отношения браки, потому что их никто не понимает, они обиженные, они не реализованы и так далее. И у них хорошие глубокие чувства, и она за ним в огонь и в воду, да, получается, вот она, значит, поехали. Слушай, ну это же не то, что как вот в советское время люди уезжали. Ну только они, если что, не дай бог, ну так они вернулись, ну так они вернулись, ничего же страшного не произошло. Чем они рискуют? Нет, на самом деле это тоже очень важный момент. Дело в том, что если ты едешь в другую страну, рассчитываешь, что ты там останешься жить постоянно, но имея заднюю мысль, что в случае с чего я вернусь, да? Это мешает. Это будет мешать, потому что ты не будешь добиваться того, чего ты должен добиваться, полную меру, да? То есть ты скажешь, а ну ладно, ну нет, так я вернусь обратно. Да. И это расхолаживает, конечно. Если ты считаешь, что все мосты сожжены, и деваться больше не надо пробиваться, да? Ну вот просто, да, вот надо пробиваться, все собирается в один из двух. Это вопрос настроя, понимаешь? Настроя, да. Безусловно. Но мы понимаем, что если вдруг, при любом настрое, если вдруг сложились обстоятельства так, что ну вот не пошло, или что-то изменилось, и надо, не то что не пошло, может быть даже пошло, но хочется другого, хочется большего, что-то новые возможности открылись, тоже так бывает. Ну так ничего абсолютно завершенного уже в этом нет. Значит пошел дальше, развернулся. Big deal, понимаешь? Ну важно, что понимать, и это очень важно. Хотя шансов очень мало, я извини. Шансов очень мало. Это редчайший случай, чтобы молодые люди приехали, и чтобы вот они пришли в состояние, когда они хотят уехать обратно, выезжают обратно, но один там на тысячу. Бывает на тысячу. Бывает на тысячу. Сколько ты знаешь таких? Две пары, одну. Я хочу сказать о другом, что важно понимать, молодым людям, что они приедут, будут какие-то трудности, но если они понимают, что они друг другу находят опору, и что это опора, и есть их поддержание морально, потому что на самом деле самое главное поддерживать свое моральное состояние в порядке. Если ты понимаешь, что ты всегда другого человека поддерживаешь, не в пику говоришь, все наоборот. Что ты такой дурак, не можешь устроиться на работу, уже мы проживаем все наши запасы, уже завтра ничего есть. Я тебе припомню эти слова, когда ты будешь мне возражать. Нет, нет, я не в смысле, я в смысле того, что в пику, а человек изо всех сил выбивается, но не получается у него сегодня. То есть максимальная терпимость и максимальная поддержка. Это все опыт, даже если у него не получилось. Но это опыт, он говорит себе, значит, будем по-другому, значит, будем не так. А как без опыта, а как без неудачи? На неудачи человек учится больше, чем на неудачи. Нет, все правильно. И самое, что вот мне говорит о том, что у них будет все абсолютно идеально, вот этой пары. Вот я это вижу в тех словах, когда он говорит, что она... Не только то, что она сказала, а то, что еще с родителями, и родители поддержали, понимаешь? Это такой монолит, Свет, ты понимаешь, какой уровень поддержки? Когда еще родители за тобой стоят, с их ресурсами, с их моральным авторитетом, понимаешь? Конечно. Это же, это просто, я не знаю, у них вообще никаких шансов нет, про колодцы. Кто что-то будет пробивать, если вот такие не смогут. Кроме того, при такой дотошности подхода к вопросу, конечно, все будет нормально. Все уже изучили, все уже распланировали. Это очень хорошо, когда едешь и понимаешь, какой будет следующий шаг. Вот мы когда ехали, мы не знали, не было ни интернета, ничего. Мы ехали, ох, посмотрим. Я тебе скажу, что по задаткам, я смотрю, вот эта пара, они совершенно обречены быть успешными, где бы они ни жили. Они могут при этом меньше удовольствия от жизни получать. То есть я думаю, что вот такие, как они есть, они просто в Америке будут более расслабленными, менее в стрессе. И вот то, что называется, enjoy life. Они будут enjoy life на всю катушку. Я не сомневаюсь, что они у себя там дома были бы тоже очень успешными, если они дотошные, если они умнички, если они там друг за друга держатся и так далее. Они всюду будут успешно. Правда? Ну, я думаю, что все в порядке будет. Главное, вот, идти, да? Дорогу Азилия-то идущей. Ну, вот на этой высокой ноте мы и закончим наше ночное бдение. Ночное разуждение о женщине. О роли женщины в жизни мужчины. Да, без женщин жить нельзя. Я думаю, что мы на самом деле вернемся еще к этой теме, потому что тема большая и я еще подумаю немножко, потому что я сейчас экспромтом отвечаю, да? Мы так как-то даже со Светой ее не обсудили толком. Я ей только сказал, что мы сейчас поедем, вот будет тема интересная, тебе захочется что-то сказать. Но, действительно, такая тема здоровенная, там не зацепишься за нее. Так много всего. Вот. Так, что-то мы прощаемся, прощаемся, прощаемся. Вот как евреи, знаешь, такие, которые разговорчивые. Наверное, мы и есть разговорчивые. В общем, мы прощаемся.